У Ивана Урганта есть одна суперспособность, и несмотря на то, что многие зрители знают его как отличного шоумена и открытого для всех ведущего, все-таки в этом человеке есть еще и совсем другая сторона. Чуть позже вы поймете о чем я. Если внимательно посмотреть на его немногочисленное интервью, то в первую очередь становится заметно, насколько элегантно Ивану удается отшучиваться от неловких и неудобных вопросов в свой адрес. А ты доволен своей работой в кино? Я никогда не бываю доволен своей работой. Не было ни разу в моей жизни, когда бы я пришел домой, сел в шезлонг, положил ноги на шкуру свежевыпотрошенного тигра и сказал, как же сегодня хорошо я провел свой рабочий день. Это, пожалуй, один из образцовых ответов Ивана. Обратите внимание, как быстро он придумывает для ответа абсурдную ситуацию, которая тут же втягивает в себя всю серьезность вопроса. И, судя по мимике ведущего, он был готов к такого рода ответам, поэтому решает немного сменить тему. Скажи мне, какое у тебя амплуа на площадке? Разыгрывающий, атакующий защитник. У меня амплуа заигрывающийся. Дело в том, что первые 9 лет я играл в баскетбол без мяча. Хорошо, что на 2011 году тренировок было добавлено кольцо, но это буквально на несколько часов. Чувствуете? Он снова будто бы ускользает из рук. За счет своей эрудиции Ургант вновь легко формирует в голове абсурдную конструкцию, используя ее в качестве ответа на поставленный вопрос, снижая его важность. То есть, по сути, Иван утрирует свой ответ до предела, неосознанно используя элементы манипулятивной психологии. Но в отличие от чистой манипуляции, которую многие ненавидят, он вживается в свои слова, используя свое актерское мастерство. И в этом случае его слова воспринимаются уже не как поток вранья, а скорее как некая очаровательная чушь, в которой есть свой шарм. Я, между прочим, играл в фильме Трои и Снежинка. Это по сценарию Бергмана снималось на киностудии Киев Научфильм. Но есть одно но. Отвечать подобным образом можно только в тех случаях, когда вы примерно готовы к вопросу. Однако, вас всегда могут спросить то, что застанет врасплох. Насколько часто вас нагибает телевидение? Невооруженным взгляда видно, что Иван напряжен. Ответить как раньше уже не получится. Ведь, чтобы разогнать свой абсурдный пассаж, нужно правильное внутреннее состояние, ощущение легкости. А тут его просто нет. Зато есть кое-что другое. Насколько позволяет мой позвоночник? А насколько? Позвоночник у меня начинает косинеть с возрастом, поэтому я стараюсь умели и менее гибким. Одна из особенностей Ивана Урганта как ведущего состоит в том, что он всегда зрит в корень вопроса. И в зависимости от его остроты, может ответить абстрактно, а может этот корень вырвать, как бы понимая вопрос максимально буквально. Самое забавное, что при всей своей простоте этот прием может стереть в пыль подавляющее число сложных вопросов. Главное лишь вовремя притупить понимание подтекста и отвечать как можно более дословно. Хочется ли вам убежать? Убежать? Да. Нет. Я же в Беларуси. Куда бежать? Не в Литву же. Применяя данную тактику, стоит помнить, что крутость вашего ответа пропорциональна остроте вопроса. Ведь отвечая подобным образом, вы показываете, что полностью контролируете беседу. И хоть на первый взгляд кажется, что этот прием весьма легкий, на практике это не совсем так. И именно поэтому на своем авторском курсе метафизика юмора я подробно разобираю и показываю, как быстро научиться переворачивать вопросы подобным образом. Сотни людей уже прошли этот курс, поэтому переходите по ссылке в описании и научитесь отвечать как профессионал. И хотя от неприятных вопросов у нас уже есть противоядие, все-таки мы пока с вами недостаточно защищены. Дело в том, что острые вопросы это не самое страшное. Куда противнее отвечать на скучные вопросы, до которых вам просто нет дела. Будете ли вы смотреть матч Ливерпуль-Манчестер-Юнайтед? Ваша ставка, спасибо за ответ. Ургант любитель баскетбола и футбол он не смотрит, но ответить так было бы слишком тривиально. Поэтому Иван достает свой козырь. Я вообще не очень увлекаюсь футболом. Мне больше интересны города. Манчестер, Ливерпуль. Долгое время я думал, что это один и тот же город. Как писал Виктор Драгунский, пишется Ливерпуль, произносится Манчестер. Как только он почувствовал, что не разбирается в теме вопроса, то тут же переводит внимание на сторонний объект. В переговорах такой элемент называется метод зацепки. Когда вы просто цепляетесь за слова в вопросе и переводите фокус внимания на них, начиная раскручивать свою новую мысль как маховик. Опять же повторюсь, что у Урганта огромный опыт работы на телевидении. И цепляться за слова является его профессией. И у вас это может так просто не получиться. И если вдруг вы быстро не смогли найти зацепку, то вы можете поступить вот так. Что я еще могу сказать? Я знаю, вот Гарик Мартиросян, человек, чье имя через несколько дней сотрется из памяти всех белорусов, очень любит футбол. И вот он как раз является большой поклонником английской премьер-лиги. Вы все прекрасно поняли. Переадресация. Вот ваш самый верный помощник, когда вопрос не вызывает у вас интерес. И хотя это вполне очевидный метод, для большей красоты можно было бы его комбинировать, например, с зацепкой, чтобы ответ не выглядел сухим и скучным. Но как бы то ни было, это еще далеко не все методы ответов. Мы с вами только разобрали поверхностный слой, но уже его будет вполне достаточно, чтобы держаться уверенно и производить отличное впечатление. И если вы помните, то в самом начале видео я говорил о том, что у Ивана есть некая суперспособность. Что ж, думаю теперь вы понимаете, что я имел в виду. Своими ответами Иван всегда оставляет ощущение некой недосказанности, недоговоренности. Его будто бы невозможно раскрыть, понять ту самую грань, где он говорит серьезно, а где шутит. И именно эта черта и делает его настолько сильно интересной и притягательной личностью. Поэтому я надеюсь, что после просмотра данного видео вы сможете не просто легко уходить от нежеланных вопросов, но и будете также притягивать других людей, как магнит. И станете для них некой полуоткрытой книгой, в которую так захочется вникнуть и так захочется прочитать. Что ж, друзья, я надеюсь, что данное видео вам пришлось по душе. По правде говоря, очень сложно некоторые вопросы раскрыть в рамках 10-минутного ролика, чтобы не раздувать его до невероятных размеров. И именно для этой цели я и создал трехчасовой видеокурс, который называется «Метафизика юмора». В нем я подробно разбираю лучших юмористов и лучшие приема, и досконально показываю и рассказываю, как можно создать юмор в любой ситуации. Буквально за секунду. Может быть, чуть быстрее. Поэтому переходите по ссылке в описании, и вы точно об этом не пожалеете. А я надеюсь, что у вас сейчас просто потрясающее настроение. Я буду продолжать вести рубрику «Разборы юмористов», поэтому пишите в комментариях, чей бы разбор вы хотели увидеть в следующем видео. Это будет очень скоро. Пока!